Спасибо, Роман. Это Сбербанк на Советской 34. Вы заметили, что общение с клиентом теперь происходит без дополнительных преград. Не приходится наклоняться к переговорному устройству и к выемке в окне, находящейся где-то в районе Пупка. Это и многое другое стало возможным благодаря проекту переформатирования офисов Сбербанка по всей России. Отделение работает с 99-го года. Переформатирование проходит у нас в течение двух месяцев. Мы бесперебойно работали с клиентом. Единственное, мы территориально перемещались из одного крыла в другое, для того, чтобы нашим клиентам было комфортно и удобно. Клиенты тоже успели оценить удобство нового формата. Для ребятишек есть детский уголок, что дает мамам и папам возможность спокойно разобраться со своими делами. Пожилым людям пришлись по вкусу мягкие диваны. Но внешне тут слов нет замечательно стало. Это просто на европейском уровне. Не отличается от европейского уровня. Но обслуживание пока хорошее. Как дальше будет грех обижаться. Все хорошо, внимательно. Очень сотрудники, не очередь ничего. Спасибо большое за такой подарок. Руководство администрации района, побывавшей на открытии офиса, выразило надежду, что внедрение нового формата должно принести жителям только пользу. Мы надеемся, что после ребрендинга, который прошел в банке, после того ремонта, который здесь сделан, действительно услуги, предоставляемые населению, они улучшатся. Это будет гораздо удобнее, чем было. Обновленный офис – это в первую очередь новый уровень сервиса. Бич Сбербанка – это очереди. С ними и происходит активная борьба. За прошлый год мы выполнили такую свою, одну из важнейших задач. Сегодня в нашем банке 90% наших клиентов, 90% наших подразделений обслуживаются не более 10 минут. Это не идеал. Идеал – это 5 минут, 3 минуты, 1 минута. Мы стремимся к этому. 10 минут, клиент в очереди. Это максимальное время, которое он должен провести в ожидании своего сотрудника. Переформатирование подразумевает смещение акцентов в пользу самообслуживания клиентов. Занятые люди могут быстро совершить все нужные им операции самостоятельно, не дожидаясь очереди к оператору. Для этого предусмотрена круглосуточная зона работы. Технология онлайн-обслуживания также призвана сделать общение клиента с банком комфортным, а банковские услуги максимально доступными. Остался один минус. Это практическое отсутствие цивилизованной парковки. Сейчас небольшой пятачок земли делят между собой банк и новая школа искусств. Но это тема для отдельного сюжета. Елена Бабина, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова